Еще около пяти тысяч лет до нашей эры Боевые топоры уже отстаивали землю Но есть мифы, легенды, о которых вы не знали Например, откуда вышли все восточные славяне С берегов Черного моря шли два брата или князя Звали их славяные русы, только полстраны обладив Основали города, да назвали в честь себя ныне Великий Новгород и город Старая Русса В это время всем и так проблем хватало А тут рыцари немецкие с запада напали Битва была Невская, потом побоище на льду Крестоносцы пали, они больше не придут Разрулил эту движуху Александр Невский Но не стоит забывать, что Иго еще здесь И территорию назвали Золотая Орда Отношения наладит Иван Первый Калита Дмитрий Донской, он начал плотно бороться с Ордой Отказался выплачивать Дани Его поддержал не только московский народ И 8 сентября 1380-го Куликовская битва уже навсегда изменила планы Мамая В дальнейшем князья продолжали Дело Донского им было чуть проще Так как Исидор монах придумал русскую водку добавил всем мощи А Иван Третий довел до конца это дело и вскоре победа приблизилась Простоят на угле целый месяц он закрепил страны независимость Иван Грозный был чудак, жесткий как мой Кадиллак Свой порядок написал и опричтиной назвал Убил сын да Эдликс нет да вот ты Рюриком конец да Адаман Ермак Конец 16-го века начиналось смутное время Борис Годунов у власти великий голод Эпидемия холеры но тут объявился лжедмитрий типа я сын грозного Ивана И люди венчали на царство его не подозревая обмана Но недолго легенда работала люди поняли кто он Во главе с Василием Шуйским громко сказали ты нам не Димон Было много лжецаревичей страна была разбитой Вторглась и взяла в Москву армия речи посполитой В это время у державы так и не было царя Территориями просто управлялись им боя Люди снова были недовольны таким строем Минины пожарски помогали всем вернуть устои нелегко Но была зачищена Москва Подошли к концу по факту средние века Всего в 10 лет уже был царем Стал популярным при помощи репот Поменял отношения к Руси Поэтому прозвали Петра Великий Кушаешь картоху это он замутил Живешь в Петербурге это он замутил Бороды рубил и по морю ходил Короче Петр стопудовый оптимист Все что был после Петра как бразильский сериал И дворец перевороты много раз переживал Первая Екатерина стой После нее был Петр второй Но Мишиков не сваворит Петра первого По факту он провел страной Потом герцогиня Анна Потом Иван шестой Он был внук старшей сестры Анны Иоанновны Тут пришла Елизавета Петровна Ей было не особо интересно Ее сменил Петр третий Спасибо его тете Елизавете Это были времена чисто для творческой натуры Легендарный золотой век русской литературы Все что проходили в школе было создано Тогда вспоминай и просто пальцы загибай Пушкин дочка капитанская классика России Война и мир которую ты так и не осилил Горе от ума от Грибоедова Лермонтова мысли смерть поэта Поэма про души мертвые от Гоголя Пронизанная мыслями глубокими Брилов писал картины Маслом на холсте А Глинку и его шедевры слушали везде Кстати Как только наступил 20 век со временный лидерством Народ начал кричать Дол Uhh, царское правительство И пока на первые меры войсах Калилиции Появились партии с позицией Ты ничего не выкупишь Ничего не выкутишь Ничего не выучишь Ничего не спешись Э! Ничего не выкупишь Ничего не выучишь Ничего не выучишь Э! Ничего не спешись Неспособность самодержавия пойти навстречу Буржуазии привела к кризису власти И забастовкам в сфере металлургии Революционные силы февральские сделали так, что монархия пала Из-за миграции Ленин вернулся с апрельскими тезисами для финала После двух кризисов по главе с Ференским было покончено с воевластием Только все шло к октябрю того года и просто все стало намного опаснее Фрунзе, Чапаев, Деникин, Корнилов, Буденный, Юденич и Паська, Махно Все были по разные стороны, но правил страшный красный и белый террор Возстановили народное хозяйство, образовали СССР Вырос уровень жизни, в новом режиме весь фокус на молотый серк Мы делали нэп, нэп, мы делали нэп, нэп, и нам п***хо на всех За Динарские были ворота, впереди была только смерть Так в советские шла пехота прямо в желтые жерла вверх Вот того сына пишут книжки, жизнь свою за другие своя Незатейливые парнишки, Баньки, Баськи, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья Бэнк-бэнк, наступила ОТЕБЕЛЬ Начиналась гонка, кто быстрей против USA Хрущев заселил пятиэтажки Карибский кризис, отношения в натяжке Ферстен-спейс, на востоке Королева Первый выход в космос, космонавт Леонов Съезд КПСС, все решали и решали Как построить коммунизм, дело так и не дожали Восемьдесят пятый год, курс на перестройку Совершенствовать пытались каждую прослойку О свободе слабо кричал каждый коммунист Но плохо пошутил и ты попал в блэк-лист Страны выходили из союза, все шло к краху Вели войска в Москву, люди были в страхе Августовский путь, реанимации не быть Ну а в следующем году родился Дистрикт-23 Новый флаг, новый терп, новый кин, все изменили РСФСР, больше нет, все живут в России Борис Ельцин, президент, цены сильно подскочили А потом такое началось, расскажи им, Билли Черный октябрь, осень, путь, год девяносто третий Обстрел белого дома, и это только старт трагедии Каждый житель мог забрать свой ваучер по 10к Быстро обесценились, произошел обвал рубля Крыша доставляла бизнесу, много проблем Люди, веря в пирамиду, все вложили в МММ Не забудут граждане о битве разногласий И о всех страшных волнениях на Северном Кавказе Демографическая катастрофа и дефолт Инфляция повысилась в три раза, все на холт Наступили нулевые, новый век, представьте К власти пришел Путин, ну а дальше вы все знаете Будут вспоминать, как свою жизнь прожили Бумер, думер, зумер или мелениал Как жить определяют творческие силы и интеллектуальный потенциал Будут вспоминать, как свою жизнь прожили Бумер, зумер, думер или мелениал Как жить определяют творческие силы и интеллектуальный потенциал